Всем привет! С вами Роман, эксперт по электротранспорту. И в этом видео вы увидите реальный тест-драйв электросамоката Halton RS-03. Узнаете его настоящий запас хода и чем он отличается от Ultron T11, с которым они похожи как братья-близнецы. Также я расскажу о ценах на данные электросамокаты и из чего они складываются. Никакой воды, только полезный контент. Огромная благодарность магазину гироскутершоп.ру за возможность провести тест-драйв и замерить реальный запас хода каждого самоката. Начнем с распаковки. Ultron T11 упакован в поролоновые блоки. В комплектации имеет подрессоренное сидение, 2-амперное зарядное устройство и инструкцию на английском языке. Halton RS-03 также упакован в поролоновые блоки. В комплектации имеет зарядное устройство на 2 ампера, сервисную книжку и инструкцию на русском языке. Итог распаковки вы можете видеть на экране. Электросамокаты похожи как две капли воды. Исключение составляет крепление рулевых стоек, дизайн-дек и подсветка. Поговорим о гарантийных обязательствах. У самоката Ultron T11 стандартная гарантия на электротранспорт 1 год. Гарантия на Halton составляет 3 года, но здесь есть свои нюансы. Владелец электросамоката обязан проходить каждый год или каждые 5000 км ТО стоимостью 1000 рублей каждая. В случае, если вы не прошли ТО, гарантия аннулируется. Гарантия на аккумулятор составляет 6 месяцев. Все это прописано в гарантийной книжке к данному электросамокату. Кстати, за те же пару тысяч рублей в магазине гироскутершоп.ру вы можете приобрести расширенную 3-годовую гарантию на любой электросамокат, в том числе и на Ultron T11. Итог ничья. Если вы считаете иначе, напишите об этом в комментариях. А теперь поговорим о ходовых параметрах, дальности хода и скорости электросамокатов. Смотрим тест-драйв. Ну, давай, запись пошла. Так, ну что, начинаем тест-драйв. Смотрим показатели. 66,1. Видно? Угу. Отлично. Так, включаем бортовой компьютер. Покажи, что тоже полный заряд. Это у нас HALT NRS03. На нем уже будет стоять GoPro, не записывается. Вот таймлапсы. Весь путь, маршрут. И Ultron T11. Так, тур 65,9. В принципе, то же самое на пару. Не линии просадка. Угу. Угу, помни. Есть. Все, стартуем. Я на HALT NRS03, Гриша на Ultron. Ребят, пока далеко не уехали, покажем, сколько пробег, у какого самоката. У Ultron 0,8. Ну, 800 метров, в общем, проехал. У HALT NRS03. 2,4 километра. Вот 2 километра и 400 метров. Чтобы потом не хейтили. Знаем, есть такие ребята, бывает, попадаются. Ой, вы пробег не показали. Все, показываем наглядно. Думаешь? Не-не, он зафиксирован. Ну вот, хождение. Все равно рон не встает, да? Не-а. Блин. А как же ехать? Ну, ладно, придется ехать так. Ну, раз уже начали, давай до конца добьем аккумуляторы. Да. Чтобы пробег показать. Ехать с кривым рулем, конечно. Удачи тебе. Ну, ладно. Сейчас будем делать замер скорости. Пока они заряжены еще. А, еще мы протестируем GPS. Давай сейчас на телефоне включу GPS-навигатор, чтобы скорость с дисплея сверить с реальной скоростью. Так, Рома с GoPro. Берем GPS на телефоне. И заблокируй на правую кнопку. Да. И ложи в карман. Так, первый тест Халтона, RS-03. Так, Dual включен. Да, Dual включен, Eco отрублен, третья скорость. Все верно. Давай, вперед. Я тебя жду. Так, Dual включен. 54 километра вижу. 55. 55 километров. Кричит 55. 57. Главное, что похоронить не докопался. А то трется, а то что-то. Хорош, хорош, тормози. Давай себе. А вы показываете 57 максимум? В обратной сторону. Бортовой 57, да? Да. Давай, доставай GPS, посмотрим, что там. Давай его. Стоп. Еще он покажет мне рекламу про замечательный спа-отдых в Подмосковье. Спасибо, спасибо. Может быть, чуть позже. Нет, ты настаиваешь? Он настаивает, ребят. Так, ладно. Давай так. Все, доволен? Пошел нахер. Господи. Стоп, стоп, стоп. Все, все, все. Есть. Итак, максимальная 50,8. Так, сейчас, чтобы вам не отсвечивало, покажу. Максимальная скорость 50,8, да? Ну, грубо говоря, 51 километр в час. А по бортовому 57, да? 57, да, показывал максимум. В принципе, реальные параметры. 57 по бортовому, а реально 51. Это Halton. Так, давай сейчас то же самое. Тестируем Ultron T11. Сейчас я еще раз поставлю. Погоди. Так, давай тоже. Тут у нас максимальная 3-я скорость. Дволл включен, эко отключен. Окей. Стартуем. Все, держи. Так же, в две стороны, давай. Давай. 53! 56! 54, 55, 56, 57. Те же 57. 47. 55, 52, 55, 56, 57. 55, 56,55, 56, criticizing. 50, Yazид как ореха. С ind ͡° in пол, 55, 67, 51, 47. drowns. Какие новости? 57 км в час. 57 км в час, окей, давай gps, смотрим, нет gps сигнала, ну ты что ты, все зазря, все зазря, ребят, попытка номер два, gps включен, ну-ка, давай посмотрим, в истории у них не сохранил? А, нет, вот все, сохранил, да, итак, сейчас, чтобы не отсвечивало, 50,4 км, то есть на 0,3 км меньше, ну, будем считать это за погрешность, то есть скорость у них прям, ну, одинаковая, как и по спидометру, так и по gps, но факт в том, что по gps 50, 51 км, вот его реальная скорость, точнее, их реальная скорость. Ну да, то есть, в принципе, мощность у них одна и та же, абсолютная, и скорость, так что, ну что, тогда, теперь будем тестировать на старте, то есть, как подрывает. Да ладно. Да, настройки у них все стоят заводские, знаешь, так, к заезду готовы? Готовы, сейчас Серега к нему. Ну, чтоб потом не было такого, то что, а, он, с рюкзаком, да, с рюкзаком, да. Так, третья скорость, дом, все, мы собираем. Третья скорость, дом. Это, так, раз, два, три. Оглашай тогда. Стартанули, Гриша, немножечко с фальшстартом, но я даже чуть подкозлил. Ну, в общем, едут они ровно прям, как стартанули. Я с самого начала отстал на метр, наверное, так Гриша, в принципе, на корпусы ехал. Вообще держится прям вровень, вровень абсолютно. Да, во время поездок обнаружили пару нюансов. А я, в общем, еду просто сбоку, а Рома, как бы, рядышком и издает странные звуки. Вот такие вот, да. Так, против солнца, так, ладно. Теперь, для наглядного примера, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так, как отсвечивает. Три деления. Не, нормально. Пробег. Пробег 16,1 минус полтора, которые были изначально. 14,5. 14,5 здесь. Ну, вот они, 14,5 как раз на ультроне в данный момент. Так, вольтаж. Вольтаж 65. 64. 64. Сейчас мы что хотим сделать? Еще раз разогнаться на максимум, посмотрим, как они идут. Ну, вообще, должны идти вровень, потому что мы уже пробовали делать. Сейчас делаем это на гоупрошку, убираем ее в коробку. Дальше звука уже не будет. Я понял, почему я тебя делаю. Я приседаю. Не парки. Давай. Сходи. Разтормаживаем. Таскиваем камеру. Ну, в общем, так и получается, что, как бы мы ни старались, они движутся одинаково абсолютно. То есть, если один раньше стартанул, второй его подхватывает, и они идут на одном уровне. Ну, в плане, да, динамики даже разгона, они абсолютно идентичны. А это значит, что здесь стоят одинаковые мотор-колеса и одинаковые контроллеры? Да. Все идентично. Скорее всего, даже аккумуляторы одинаковые. Но это мы посмотрим, еще вытащим аккумуляторы. Ну, и тем более, сейчас мы до конца их вымоткаем, посмотрим пробег реальный, сколько будет. Да, и скорее всего, у меня такие синие, что пробег тоже будет одинаковый. Ну, да, пока что я пробую. Ну, на этом будет плюс полтора километра. Что у нас сейчас получается? У меня 16,5. А у меня 17,5. Ну, двигаемся там постоянно, одновременно, одинаково. Давай, погнали дальше. Давай, отрубаемся. Так, ну вот, и ультрончик заскрипел. Ультрон по лайтове. Ну, ладно, это зрители будут решать. Напишите в комментариях, ребят, что думаете об этом? Как у нас два одинаковых самоката вдруг начали скрипеть на заднице. Да, и с такой мирностью нам придется откатать еще километров 15-20, чтобы высадить аккумулятор. Да, причем никаких ударов не было. Да, ни ударов, ни падений. Просто сели попить кофеечек. Не больнее, ну, были небольшие там, ну, бордюры, понятно, мы с них съезжали. Как бы это нормально, самокат с таким клиренсом. Ну, просто нужно промазывать, как я понимаю. Самокаты новые все-таки. Ну, смотри, Халтон уже так просто берещит, а у ультрона в это время единственное, что началось, это легкий писк при нажатии на задний амор. Ну, давай-ка на нем прокатайся, вокруг меня я камеру подержу. Держу. У ультрона такого нету, скрипа. Ну, да, здесь только хруст амортизаторов слышно. Теперь погоди, не нарубай. Да. Духовато. Ну, ладно. Давай, докатаем уже аккумуляторы. Осталось на чуть-чуть и половину, а там посмотрим. Так, ребят, ну, походу, наша претензия к креплению руля вообще не обоснованно. Теперь он у нас разболтался. Сейчас будем затягивать. Так, ровно вроде сам руль. Нет, нет. На меня еще совместись. Само крепление? Аризон мне от него. Мне же нужно руль вывернуть. Нет, руль, руль выверни. Я вместе с колонкой его кручу. Ну, и нормально. То есть, ты предлагаешь колонку оставить в бок? Выровни, просто выровни. По колесу. Хорошо. Сейчас вроде ровно. То есть, тут вся фишка в том, что крепление расслабилось вот здесь. Затягивай, выровняли. Ребят, аккумуляторы уже просаживают. Сейчас начнем двигаться с кроссового шалома. У нас получается пробег на Халтоне 37,7. Ну, минус полтора километра, помним, да? То есть, 36,2 получается. 36 метров, 200 метров пробежались. Два деления. Ну, уже падает на 1, так что начинаем двигаться потихонечку. Вольтаж, покажи, Гриф. Сейчас, погоди. Так, на ультроне Т-11 там 56,3. Здесь 56,1. Да, на Халтоне 56,1. Нормально, я думаю, доедем. Да, ну, учитывая, что на улице минус 2. Ну что, ребят, все, один из самокатов сел прям по пути. Начал выключаться и в итоге перестали работать все показатели. Это Халтон, РС-03. Он у нас и сел первым. Включения никакого нету. А, вон, он подмигивает, смотри, можешь навести. Красное отделение прям. Видно? Мигает, мигает. А, видно, значит, включен. Тут все. Попытка включить бортовой компьютер. Все-таки ни к чему не приводит уже. А ультрон у нас пока еще живчик. Значит, проехали. Общий пробег у нас 42,6 километра. Ну, вообще 42 километра 600 метров. Я думаю, что и ультрон тоже сейчас скоро сядет у нас, пока мы доберемся до шоурума. Так, прошло буквально 3 минуты. Рома пешочком идет до шоурума. А я вот окончательно высадил ультрон Т-11. Теперь он тоже не едет. Ну, то есть, разница была менее чем в километр. Так, ребят, теперь вернемся опять к рулевой стоечке. Уже высаженные самокаты докатили назад до шоурума, но оказывается, что мы там затягивали, что не затягивали, эффект остался тем же самым. Зажми колесико, Гриша. Ну, иди камеру наружу. Ну, может быть, конечно, нам единственный такой самокат попался, у которого и попа скрипит, да, и спереди как-то неладно все. Ну, посмотрим. Я думаю, что в интернете скоро появятся отзывы уже живут клиенту, да, кто их покупал, есть ли там такие проблемы. Посмотрим, столкнемся. Да, есть ли кто уже катается на Халтоне РС. Да, ребят, оставьте комментарии, есть ли такие проблемы, столкнулись ли на самом деле. Модель достойна. Ну, вот нужно как-то зарабатывать. Итоговые параметры. Скорость обоих электросамокатов одинаковая. 51 км в час по GPS и 57 км в час по спидометру. Дальность поездки обоих самокатов одинаковая. 42 км при температуре в минус 2 и с весом райдера в 90 кг. Логично, что при плюсовой температуре и на эко-режиме дальность хода обоих электросамокатов значительно увеличится. А теперь давайте посмотрим, что у самокатов внутри. Раз. И два. Но на самом деле все было не так просто. Ультрон Т11. Маркировка идентична на аккумуляторе 60 вольт, 24 ампер часа. Халтон RS03 60 вольт, 24 ампер часа. Аккумуляторы одинаковые. В контроллеры даже не полезем. Динамику разгона вы видели на паздрайве. Единственное отличие, которое я вижу, здесь есть фиксатор, небольшая прокладка для удержания аккумулятора. Подведем общий итог. Смотря на это сравнение, вы можете подумать, что самокаты абсолютно одинаковые. Однако цена у них отличается. Цена Ультрона Т11 в полной комплектации с сиденьем на февраль 2019 года составляет 77 тысяч рублей. Цена Халтон RS03 без сиденья составляет 85 тысяч рублей. Сиденье можно докупить отдельно. Цена 3,5 тысячи рублей. Итого, цена Халтон RS03 с сиденьем составляет 88 тысяч 500 рублей. По вашей просьбе мы сделали сравнение электросамокатов Халтон RS03 и Ультрон Т11. Оба самоката хороши, а какой покупать, решайте сами. Ставьте лайк, если хотите увидеть аналогичное сравнение электросамокатов Халтон RS02 и Ультрон Т103. Чтобы следить за новостями в мире электротранспорта, подписывайтесь на инстаграм магазина гироскутершоп.ру. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. С вами был Роман, эксперт по электротранспорту. До новых встреч! Роман, эксперт по электротранспорту. Роман, эксперт по электротранспорту.